Доброго времени суток, мой дорогой зритель. Я очень рад, что ты зашел именно на мой канал, кликнул по этому видео. Я думаю, ты насытишься полезной информацией, узнаешь всего много нового. И, конечно же, не забудешь глянуть ссылочки в описании. Все они весьма информативные, и там присутствует очень много живого общения. Если ты, конечно, сам проявишь инициативу. Ну что ж, приятного просмотра. А поговорим мы сегодня о таком рейде, как Горнила Штормов. Этот рейд на двух боссов будет являться относительно переходным, промежуточным, и, в принципе, с него можно будет наутать весьма такие неплохие вещицы. Этот рейд будет также запущен в режиме поиска рейда при выходе эпохальной сложности. Скорее всего, сразу два босса будут открыты, потому что запускать их по отдельности это будет, ну, как-то слишком мало на самом деле и слишком узко в плане убийства боссов. Четыре сложности. Все как обычно. Поиск рейда 370-й, обычный 385-й. Героический рейд принесет нам 400-е вещицы. Ну а эпохальный, наивысшая сложность в текущий момент, 415-й эквип. Модельки трансмога, модельки вещей, в принципе, одинаковы с теми, которые дропаются нам в битве за Дазара Лор. Хотя, по идее, было бы неплохо иметь им какую-то другую модельку. Ну, не суть. У них, у всех этих вещичек, есть весьма интересные эффекты. Тканевые вещички, кольчужные, кожные, латные. В принципе, у них сопровождается все как положительным эффектом, так и после этого идет какой-то отрицательный эффект. Баги ПТРа. Бывает, выкидывает иногда. И опираясь на эти вещи, кто-то может сказать, что смысла в них не особо и вообще дропать их ни к чему. Но на самом деле, есть вещи с чисто хорошими бонусами. К примеру, ваши способности могут создать щит, поглощающий определенное количество урона в течение минуты. Пока вы укрыты этим щитом, ваш показатель скорости повышается на 247. Либо, например, вещь, которая дает нам сначала положительный эффект, а потом отрицательный. Когда у нас остается менее 25% здоровья, мы мгновенно восполняем 70 тысяч здоровья, но затем получаем 64 от темной магии в течение 10 секунд. Эффект срабатывает не чаще, чем раз в 3 минуты. В принципе, весьма неплохо, и это может быть полезно абсолютно для всех, как для танков в большей степени, так и для дамагеров в меньшей. Вы сами можете зайти на ПТР и посмотреть абсолютно все вещички. Я же пролистаю их достаточно быстро, и если вас какие-то заинтересовали, просто-напросто нажмите паузу и посмотрите детальнее. Огоженные вещи, тканевые, вот тринкеты. На самом деле, можно ощутить весьма себя такими садмазохистами, используя какие-либо такие вещи, потому что, как я уже сказал ранее, да, есть бафы и есть дебафы в этих абсолютно всех вещах. Сначала мы там исцеляемся, потом мы получаем дамаг, или мы наносим дамаг за счет похищения ХП союзников, или за счет уменьшения своего запаса здоровья. Весьма интересно. Посмотрим, насколько будет все это дело эффективно. Очень хочется узнать ваше мнение насчет таких вещей. Стоит ли вообще им быть в этой игре? Найдут ли они эти вещички своих героев? Я думаю, что да. Спасибо за просмотр. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. До скорого.